ВЦГ ВЦГ это вау, я лечу в Китае, это круто. Ну вообще ВЦГ это прекрасная возможность выступить, показать себя в другой стране, выступить за Беларусь. То есть как бы это очень важно и будем стараться сыграть достойно. Мне было стыдно возвращаться назад. В первую очередь это турнир, шанс увидеть кучу разных команд из других стран, непосредственно вживую сыграть с ними. Команда Паник это микс на основе команды Майнд и игроков, взятых из рандома. И именно перед третьим сезоном в Голдлиге, чтобы ребята получали драгоценный опыт, я поговорил с капитанами других команд, предложил как бы очень ценных кадров, чтобы они тоже получали опыт, набирались скиллы игры, именно вот формата 7.42. И так у нас получился такой крепкий состав. В целом, когда мы дошли до финала, каких-то особенных эмоций не было, потому что... Мы были готовы изначально к тому, что мы попадем на финал, то есть команды были не совсем сильные. И основной наш соперник вирус, они были в другой противоположной сетке. И то есть мы как бы приняли это как должное и сразу готовились к тому, что на финал мы должны попасть. Это 100%. В целом, некому было проигрывать, поэтому финал воспринялся как должное. Мы считали, что финал будет достаточно легкий для нас. Мы уже одерживали победу над вирусами. Это был финал белорусского Тачлаба. К тому же мы на шоу матча смогли одолеть Зигнитос. Это нам придало каких-то сил, что ли. Ну, то есть мы вообще были уверены на 100%, что мы должны выиграть. Матч начался успешно. Мы повели в счете 1-0. Потом была непонятная ничья на Руенберге. Дальше пошла череда невероятно неприятных событий. На Энске лол что сделал какой-то лол что и просто отдался в ноль. На монастыре дрессировщик Раков как-то умудрился застрять аж два раза. Как такое можно сделать, я просто не представляю. На Химмельсдорфе Анхель не прочитал ситуацию, не успел вовремя уехать. Тоже его в ноль разобрали. Все пошло не так, как мы планировали. И вторую, третью, четвертую игру мы просто отдали. Мы были шокированы. Эмоции, конечно, нас переполняли. Нам нужна была какая-то эмоциональная разрядка, в общем. И мы уже начали как-то шутковать, даже друг с другом, мол, если они смогли три раунда у нас взять, то почему мы не сможем три раза подряд взять? И как-то смогли собраться, настроиться и довести дело до конца. Семь раундов отыграли со счетом 3-3. И на добавочных раундах отыграли 4-3. Вы просто прыгали по сцене, как сумасшедшие. Я просто сжал кулаки в руки и кричал, да, очень долго и очень громко. Прямо все зрители на нас в этот момент смотрели, эмоции были. Зашкаливали просто. Мы встали в круг, начали прыгать от радости. И мне даже в какой-то момент показалось, что монитор сейчас упадет вниз на зрителей. И, в общем, это было очень круто. Мы радовались очень долго еще. Пошли потом отмечать все это дело. Наша группа на ван-финалах, это как-то очень странная история. Как такое вообще могло произойти? Это просто непонятно. Ой, ну это вообще забей. Я просто не знаю. Такое невозможно, казалось бы. Но вот так вышло, что все странные санговадные группы. Будем тащить. Мы приезжаем, только за победой едем. Нам больше ничего не остается. Продолжение следует.